Сотрудник музея, спасённая художественные ценности в рабочее время и разносторонняя творческая личность по жизни Натальи Петрова успешно совмещают педагогическую деятельность с дизайном и фотографией. Занимается росписью одежды и аксессуаров, но особенно ярко её талант проявляется в картинах. Цветы – любимая тема. Именно через эти образы автору легче всего передать красоту, нежность и вдохновение. Именно в них отражается её духовность и вера. Тема цветов, она проходит красной нитью по моему творчеству, то есть цветы всегда я рисовала и буду рисовать. Но в цветах отражается небо, в цветах отражается для меня сам Господь, который сотворил и небо, и землю. А так как Он сотворил меня художником, то я воплощаю всё, что у меня есть, внутри меня. И так Он во мне разговаривает. Фиолетовые шарики в дымке жасмина, розы на лепестках пионов, цветы моего сердца, цветок, похожий на напёрсток. Такие необычные названия у этих полотен. Особое место в этом многозвучии красок занимают пионы. Для меня пион сейчас на первом месте. Вот это и есть сердце. Понимаете? Вот это сердце, поэтому я одну картину назвала «Цветы моего сердца». Как написать пион? Его не напишешь схематично. Никогда. То есть только человек, любящий этот цветок, понимающий всю глубину, духовность этого цветка, может написать его так, чтобы остановился любой зритель. И малый, и взрослый, и тот, кто вообще ничего не понимает. Вот это, наверное, этот цветок для этого и создан. И вот, вот такое творчество, вот её, понимаете, искрящиеся глаза, её душа выливается. И, конечно, глядя на эту выставку, уходишь совершенно другим настроением. С той радостью, счастьем, что, может быть, не всё так плохо. Кто хочет получить заряд жизненный, огня, света, ну, конечно, стоит посмотреть. Здесь же можно увидеть и работы воспитанников студии «Батик», в которой преподает Наталья Петрова. Свою увлечённость искусством она умеет передать другим, являя миру новые таланты. Я занимаюсь у Натальи Николаевны в студии, ну, в общем, случайно занимаюсь, потому что я привела когда-то сюда свою дочь, и с первого класса она у неё занималась, ну, как все дети, рисовала с огромным удовольствием, в прекрасной атмосфере, что, в общем, очень важно для любого человека. А в прошлом году решила попробовать сама и поняла, что просто без этого теперь просто жить невозможно. Всех, кто не представляет свою жизнь без искусства, порядка 50 прекрасных полотен ждут до 14 ноября в филиале Брестского областного краеведческого музея «Спасённые ценности». Мир цветочных композиций никого не оставит равнодушным.